всем привет друзья если верить погоде то на календаре у нас 76 августа или пятый день лета не знаю как он называется июнь июль июль август мавгуст называйте как хотите в общем пользуемся теплыми днями приехали отдохнуть старую добрую кабардинку посмотрим и покажем вам как же выглядит этот курорт сегодня ставьте лайки отдыхайте подписывайтесь на канал начинаем бандай конечно же сегодняшнее видео начнем с парковки где же я остановился где припарковался не знаю каким мифом прям передо мной машина отъезжала больше свободных парковочных мест здесь с этой стороны нет в общем я решил подальше немного встать не в максимальной близости от пляжа чтобы прогуляться посмотреть и показать вам как выглядит кабардинка в несезонное время проходим детскую площадку я знаю как минимум 2 в кабардинке конечно же они бесплатные ну и по количеству людей прогуливающихся ну рано сказать что курортный сезон закончился ну и погода тому подтверждение в общем лето у нас продолжается на случай если кто-то побоится замерзнуть теплые носочки в продаже имеются вообще так по ощущениям как будто самое начало сентября но никак не середина осени практически все торговые точки работают но вот здесь экскурсии закрыты а до этого проходил две две подобные точки работали такая безмятежная музыка играет хачины пончики напитки от пицца давайте покажу цены поближе 600 рублей пироги осетинские 400 картофель 380 наггетсы 180 в общем если проголодайтесь перекусить тоже есть где а вот столовую сейчас проходил закрыто вообще открою такой секрет такой дежавю у меня прямо как будто был здесь совсем недавно и не напрасно я был здесь совсем недавно вчера приехал домой то есть снял полноценный обзор все хорошо приехал домой и флешка глюкнула в общем вставляю флешку в компьютер перекинуть данные мне пишет ее нужно отформатировать но соответственно когда форматируешь все данные пропадают ну что делать придется еще раз приехать и еще раз все заснять кстати вдоль улицы мира не так много свободных парковочных мест может быть пятерочку машин еще можно поставить остальные места все заняты ну посмотрим сколько людей на пляже и сколько гулять по набережной но если так посмотреть вдаль людей немало конечно не как разгар сезона где бачком тут проходишь но все же люди есть фонтан фонтанит до скором времени его заколотят деревянными щитами на межсезонье так что пользуемся моментом кафе мельница канула в лето до следующего курортного сезона ну наверное на аллее процентов 60 торговых точек работают остальное закрыто песель кайфует балдеет ночью житель курорта чем еще делать прошел кафе голодная утка тоже закрыта вот голодный гусь висит кафе малиновка не особо пользуется популярностью по крайней мере в это время суток цены на сегодня шашлык-машлык кто не успел прочитать можете всегда на нажать на паузу картофель с салом 80 рублей свинина антрикос 120 по моему с начала лета точно подорожала а это место точно больше пользуется популярностью нет ни одного свободного столика все занято чебуреки пирожки расценки 160 рублей классические с мясом с сыром чебуреки пирожки 70 рублей блинчики лето приходит и уходит а кушать хочется всегда таким образом мы подошли к центральной части набережной кабардинки давайте продолжим продолжим нашу прогулку и прогуляемся по центральному пляжу еще говоря в тему о работающих заведений где можно посидеть вечернее время это развлекательный центр чайка она кстати работает круглый год ну и количество людей на пляже конечно не как в разгар сезона но тоже пользуется популярностью так кто-то купается кто-то лежит загорает в общем лето продолжается как я сказал начале вид видео шел у нас 76 день августа по правую сторону тоже людей немало сейчас выберем местечко и тоже думаю присоединимся к купающимся людям у как разгар сезона предлагают какие-то морские прогулки водичка как же она манит искупаться пойдем искать место в общем где расположиться но тут на открытом пространстве так солнце реально запекает можно и позагорать еще когда делегация подоспела дети купаются из воды не хочется вылазить да я вчера тоже купался все хорошо по поначалу как заходишь вода прохладно а потом быстро привыкаешь и выходить уже в принципе не хочется так не давайте выберем где-нибудь место а вот тут я вчера купался в принципе мне понравилось из удобств даже шезлонг появился там они в стопку сложены но кстати несмотря на это если посмотреть на соседний пляж висит красный флаг символизирующий о том что купание запрещено но я думаю больше он символизирует отсутствие спасателей на пляже не будут же они круглый год дежурить раздеваемся итак давайте поговорим о погоде что же нам небесная канцелярия послала на середину осени на 15 октября температура воздуха согласно гидромет youtube папа с югоцентра 22 градуса ровно специально зашел немного поглубже давайте замерим воду 20,65 извиняюсь десятых градуса тепла раздеваемся и думаю приступим к водным процедурам повторим то что делал вчера говорят 10 минут до отправления катера в открытое море то про что говорил морские прогулки актуальны даже сегодня так первое впечатление такая полоса крупных камней полоса мелких камней опять крупные пошире полоса есть пару прям очень крупных камней и дальше идет от глубины о пол пояса исключительно песчаное покрытие ух надо постоять привыкнуть немножко чудом стоять пора нырять раз-два-три бонзай ну конечно традиционный отзыв что я могу сказать сегодня вода чистая прозрачная без лишних слов без комментариев пять с плюсом по поводу температуры быстро привыкаешь то есть так я плавал уже вылазить абсолютно не хотелось и принципе сейчас вышел мне не холодно дно носит не вот эти крупные камни можно было бы и выше поставить оценку так четверочка ну и берег берег думаю можно четыре с плюсом поставить здесь камни помельче кто-то упал что что случилось нет это ребята ныряют свой рост и скрыл примерно метров через десять в общем такой отзыв можно собираться и двигаться дальше пока не стемнело поскольку последний раз когда показывал вам кабардинку мы прогуливались по левую сторону берега то сейчас думаю сам бог велел прогуляться вправо морские прогулки расписание ну конечно уже не актуально запомним цены этого сезона посмотрим насколько они изменятся в будущем году 1000 рублей и 600 детский как же водичка сегодня радует а давайте немного по пирсу прогуляемся люди такие заплывы серьезно устраивают вот здесь глубина метров пять видно дно мужики рыбалят но думаю тут даже не интересно рыбу видно ли в данном случае не видно некому клевать ну и количество рыбаков сегодня немало вчера меньше было он мелочев как это плавать банзай не успел знать заснять момент прыжка вот здесь такой косячок рыбы проплывает но камерам не отдаляет явно не передается поверьте на слово ладно идем двигаемся гуляем дальше если обратить внимание на покрытие пляжа здесь такие бугры это суровый шторма поработали успели ну конечно в межсезонье никто разгребать это не будет выравнивать обязательно это сделают новому курортному сезону 2024 из удоб с этой стороны ничего нет ни шезлонгов не бунгало не работают зато есть такие интересные качельки причем бесплатные пользуйтесь меня можете не благодарить вот место для курения лавочки посидеть и дальше еще тренажеры можно позаниматься но самые крутые тренажеры я вам покажу расположены они на новой набережной кабардинке куда мы сейчас и двигаемся кафе престиж не работает кстати буквально неделю назад приезжал сюда с прямым эфиром кафе под шатром стояла установлена все сняли теперь просто обычная площадка немного цветочков вам в ленту такое весеннее настроение появляется давайте покажу парк аттракционов что интересного там сегодня колесо обозрения крутится работает но не особо пользуется популярностью не сильно но высоко расценки один круг 400 рублей два круга 500 рублей вообще не по-христиански какое-то колесо обозрения получается мошен сфера не работает остров игр не работает то больше вообще ничего не работает как в анекдоте только колесо обозрения работает в общем костромской диснейленд открывает свои ворота к сожалению пока что это единственный аттракцион в костромском диснейленде замок страха контактный зоопарк тоннель гравитации зеркальный лабиринт автодром ничего не работает и те большие карусели тоже увезли их на межсезонье куда-то немного витаминчиков мандарины хурма лимоны продавца только нет здесь на нас этой стороны на протяжении всей набережной кабардинке можно встречать подобные схемы но это так для ориентира то есть мы находимся здесь двигаемся в сторону новой набережной но купались мы примерно где-то вот здесь здесь тоже на пляже не пустынно не многолюдно то есть он для этого времени года наверное даже многолюдно подходящее будет слово пальмы думаю что то никита облезшие все нет это на межсезонье снимают листья с них чтобы суровые черноморские шторма не раздербанили их по всей кабардинке пюсели бесятся чуть с ног меня не сшибли какие-то дагестанские собаки устроили здесь борьбу именно вот с этого момента начинается новая набережная прям можно четкую границу понять кстати велосипедная дорожка судя по всему тоже здесь заканчивается с последнего времени когда здесь был появились такие парапеты как их назвать заборчик стеклянный не знаю хорошая идея или нет потому что все равно соль будет часто мыть придется в общем непрактично давайте немного прогуляемся по скверу такая тенистая местность и кстати вот практически вся часть новой набережной находится в естественной тени это ли не здорово конечно хотелось бы такую набережную в родном новороссийске ну пока что не получается не приживаются деревья которые садят интересные качельки дыркообразная качелька как называет один из моих подписчиков немного зелени в общем так даже вечером посидеть кто любит тихий спокойный отдых вам не понравится на центральной части набережная то есть там с каждого кафе орет музыка ну можете посмотреть мои вечерние прямые эфиры с кабардинки я думаю вы поймете о чем я говорю если не были здесь и никогда не смотрели мои прошлые обзоры еще одна интересная лавочка креативно покажу вам настоящие живые пальмы появились они примерно год назад много ходила таких слухов что не приживутся они не переживут зимы черноморские суровые шторма знойное лето в общем все хорошо прижились не завяли не засохли не замерзли ну и надеюсь скором будущем таких пальм будет появляться все больше и больше такая экзотическая изюминка ну и так смотрю сколько отдыхающих гуляет именно по новой части набережной практически столько же сколько на центральной небольшое летнее кафе тоже пользуется популярностью и вот те самые спортивные тренажеры которые так расхваливал да такие не встречал больше нигде все регулируется по весам скажем выставили с одной стороны и понеслась можно шварценеггером уехать отсюда ну и так целый ряд велосипед покажу сейчас его поближе три уровня утяжеление минимальных максимальный в общем немного позанимаюсь и двигаемся дальше у подзабил немного ноги свои детская площадка ну рассчитана конечно на маленьких такие как андрюха дети точно тут не поместятся уже с его метр семьдесят еще пару качелек пару лавочек с этой стороны идет спуск пляжу акрополь тоже такой интересный пляж с такими греческими колоннами выполнен греческом стиле но это уже искусственная пальма так его немного разровняли расширили помню был он поуже и вот на этом месте ровно на этом месте обрывается не только новая набережная набережная в целом то есть дальше все только кстати через пляж можно пройти давайте спустимся вниз еще немного греции вам в ленту но покрытие самого берега здесь конечно не самое лучшее такие камни в перемешку с землей или да потому что бульдозер не так давно здесь поработал не подскажу ну водичка такая же чистая как и на центральном пляже кстати тоже по вытаскивали шезлонги девушка выходит споткнулась видно покрытие дна здесь тоже не самое лучшее но я думаю покрытие дна нам точно не помешает внести в наше видео традиционную минуту релакса под завораживающие под завораживающий вид отражения солнца в общем приятного просмотра вот а вот а Продолжение следует... Ну, я думаю, лайка заслуживает. Если до сих пор не поставили, ставьте, не скупитесь и плавно пойдем в обратную сторону. Частичка Франции в Кабардинке, Эйфелева башня. Правда, не такого большого размера, как в Париже. Кафе Одиссея тоже все убрали до следующего сезона. Зато Чайка работает, как я уже говорил, работает она круглый год. Давайте покажу вам такое меню, если перекусить, пообедать. Комплексные обеды. Ну, вполне приемлемая цена. На самом деле, 300 рублей за полноценнейший обед. 325 рублей и также 350 рублей. Кафе Мария. Интересно, музыка играет, так люди сидят сбоку, а вот в самом кафе сесть негде. Все столы и стулья убрали. Таким образом, мы подошли к той части набережной, откуда начинали прогулку именно по набережной. Подошли к аллее, ну и двигаемся в сторону машины. Как резко так зашел в тень, чувствуется вечер, хотя на часах у нас 17-15. Ну и таким образом я подошел к машине, стемнело еще сильнее, прям темнеет на глазах, особенно если идешь в тенистой местности. То есть где-то на набережной, может быть, еще и посветлее будет. Но вообще, так для ориентира, полностью темно у нас становится в 6 часов в это время года. Друзья, понравилась сегодняшняя прогулка? Поддержите лайком, если до сих пор этого не сделали. Остались вопросы? Задавайте в комментариях, обязательно постараюсь ответить. Подписывайтесь на канал, колокольки, колокольчик. До новых встреч, обнял-приподнял. Увидимся, пока-пока. Ну, господа, по-моему, это лайк, господа. Лайк, лайк, лайк. Лайк, репост, господа. Лайк, браво. Лайк, репост.